В Одинцовском округе в первые два дня голосования на выборах в Мособлдуму и Госдуму работал 171 избирательный участок. В финальный день открылись еще два на базе Одинцовской областной больницы и военного госпиталя в Одинцово. Все они завершили свою работу в 20 часов воскресенья. Начался подсчет голосов. За соблюдением всех требований законодательства на избирательных участках Подмосковья следили более 21 тысячи наблюдателей. Почти четверть от этого числа представители областной общественной палаты. В волейбольном центре работал мониторинговый центр выборы 2021. Практически все замечания, которые приходят с каждого участка, где проходят выборы из муниципалитетов нашей огромной Московской области, моментально учитываются. Принимаются во внимание. По данным на 18.00 воскресенье явка за три дня голосования в Одинцовском округе составила почти 37%. Это более 111 тысяч жителей муниципалитета. Трехдневный формат голосования для избирателей оказался удобным. Председатель ЦИК России Элла Памфилова высказала мнение. Такая практика может быть использована и в дальнейшем. Выборы – это же наша гражданская позиция, наш гражданский долг. Хотим мы лучше жить, значит, мы должны выбор свой сделать. А это неправильно говорить, что я не могу, я не хочу. Мы свою жизнь строим сами. И поэтому обижаться и жаловаться на кого-то, претензии предъявлять мы не должны вообще. Вот наша гражданская позиция – прийти, проголосовать и отдать свой голос. Наша дальнейшая жизнь от этого будет зависеть. Если честных людей выберем, которые, как говорится, ответственны, болеют именно за родину свою, а не за какие-то деньги там. Поэтому надо выбирать, как говорится, для себя стараемся. По итогам обработки более 99% бюллетеней на выборах в МОЗ «Облдуму Единая Россия» набирает свыше 45% голосов. Следом за ней идет КПРФ с 19,47%. Также «Единоросс» одержали победу и на выборах в Государственную Думу, получив более 50% голосов. Лидером голосования в Одинцовском одномандатном избирательном округе номер 122 стал Денис Майданов. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».